Всем привет! Я бы хотел сегодня вам показать и рассказать о том тюнинге, который сделали в Жуков гараж. Ну что же, ребят, давайте начнем. Это раскраска. У нас новая раскраска. У нас новая раскраска. Вот такой камуфляж. Не знаю, такой зимний, практически полярный. Короче, на снегу будет нас не видно. И где мы теперь будем ловить налимов, никто не узнает. Во-первых, белый цвет. Он не даст летом нагреваться машине. Во-вторых, при охоте на водоплавающую дичь, допустим, надо все равно одевать маскировочную сетку на машину. Поэтому роли особо не сыграет. Ну а так вот, по нашей практике, лосю вообще пофиг, какого цвета у тебя вести ход. Вот, ему любопытно просто углазить, смотрит. Скажу вам по секрету, что Жуков гараж сейчас разрабатывает новую вообще офигенную систему покраски. Это уже будет не Raptor, не X-Line. Это будет что-то круче. Гораздо круче. Но пока проходят испытания. Что мы здесь еще видим? Это боковой свет, редик. Рабочий свет. Очень удобно освещать лагерь или просто, когда едешь в лесу, делать круговой обзор. Это боковые. Да, у нас теперь нет зеркал. У нас боковые видеокамеры установлены. И вы видите прекрасный багажник. Ребят, практика показала, что багажник нужен в любом случае. Вот возить что-то на нем, лодку ту же, палатки, все-все-все. Мы загружаем туда и везем спокойненько. Если мы знаем, что будет какой-то лютый бурелом, что багажник нам будет там мешать, 6 или 8 болтов откручиваем, скидываем багажник. Он весит около 35 килограмм. И оставляем его дома. Что у нас сзади? Сзади у нас установлен задний свет. Опять же, установлена новая камера заднего обзора. Финтрейл, конечно же. Финтрейл у нас здесь наклеен. Финтрейл на нас, финтрейл на вездеходе. Везде финтрейл. Брызговички новые. Новые нам фонарики поставили красивые. Конечно, как я мог обойти защиту. Ребят, защита это архи нужная вещь для вездехода, если вы ездите по каким-то камням, буреломам и прочим вещам. Нас она не раз спасала. И я считаю, что это достаточно такая полезная. Установленная люстра. Ридик передний. Установлены противотуманки для того, чтобы в туман или в снежную погоду, в бурю снежную можно было ехать и что-то видеть. Потому что при обычных светодиодах практически ничего не видно. Одно молоко. Стоит лебедка. Стоит защита прекрасная. Ну вот так вот, кратенько по наружке. Давайте заберемся внутрь вездехода. Он у нас вот в такой вот компоновке экспедиционная. Мы ездим всегда вдвоем. Ну, в принципе, вы сами все это знаете. Всегда ездим вдвоем, поэтому нам, в принципе, дополнительные места не нужны. Но у нас есть аварийные места. Это вот такие вот термобоксы, холодильники. Здесь у нас лежит весь карп. Здесь у нас лежат продукты какие-то. Если нам нужно аварийно второй холодильник, вдруг у нас поймается много рыбы. Вот он у нас второй. Из него все выкладываем и его используем. Здесь у нас наши бытовые ящики, где находится вся кухня, все, что может понадобиться, всякие мелочи. Как вы видите, наш салон полностью обшит и перетянут. Это добавило ему уюта, комфорта. На этой ткани не видно грязи. Она легко моется, стирается. Эта ткань используется, насколько я знаю, для палаток. Ну и вот камуфляж позволяет скрыть какие-то мазки грязи, там еще что-то, которые будут неизбежны в вездеходе, если вы будете его использовать. Потому что чистый вездеход и немятый бывает только тот, на котором не ездить. Значит, что у нас здесь сделано? Вот сюда, на верхнюю часть, установлены модули системы крепления MOLLE, на которые вы можете с легкостью установить любые какие-то нужные вам сумочки, подсумки, для различных мелочей. Вот, допустим, здесь у нас лежит аптечка. Вы можете легко вот так вот взять, сорвать и вынести из вездехода, что-то с ней сделать. Вот она, вот так вот в штатное время находится здесь. Также сюда легко можно закрепить вот такой карабин в любое место и что-то на него подвесить. Сделана штора, которая позволяет нам отделить переднюю часть кабины для того, чтобы зимой ее не отапливать. Тоже очень удобная функция. Новый люк. Новый люк примечательен тем, что он достаточно низкий. То есть, не как вот прошлый у нас люк был. Эти люки, они достаточно низкие. Вот ты его приподнял и сразу повел вверх. Все. Вот, в принципе, у нас полностью сейчас свободный люк. Такая сделана система. Давайте я закрою обратно все. Раз. И сделаем, оп, веточки, колючки. Ой-ой-ой, сколько их тут. Что ж, опять же скажу, что тот вездеход чистый и не мятый, который не ездит. Вот такой прекрасный люк. Люк нам очень нравится. Значит, что у нас здесь сделано? Что у нас сделано здесь еще? Это вот такие вот светодиодные полосы. Подсветка. Она регулируется по яркости. Можно совсем тускленько сделать, как ночничок. Можно полностью ярко сделать, можно выключить. Далее, ребят, наверное, мы перейдем в кабину и посмотрим, что у нас сделано там из новинок. Что мы сделали сами, что нам сделали в Жуков гараже. И, в принципе, то, что мы делаем сами, также уже могут повторять в Жуков гараже. Потому что без практики все это не реализовать. Мы изучаем, смотрим, проверяем, как, что работает. Что удобно, что нет. Что применимо в экспедиционных походах, что не применимо. Мы это устанавливаем себе и потом Жуков гараж у нас перенимает этот опыт. Мы, как бы, делимся с ними для того, чтобы это появлялось и на ваших вездеходах. Очень большая военная тайна за семью печатями стоит у нас вот под этим холодильником в районе бортовой передачи. У нас кардинально изменена трансмиссия. Доработаны достаточно серьезные узлы, которые влияют на надежность и автономность машины. И в скором будущем, после того, как мы их испытаем, их также можно будет приобрести, комплексно установить в Жуков гараже. Но, скажу вам честно, нам это уже нравится. Что ж, пойдемте в кабину. Посмотрим, что там у нас нового появилось. Мы перешли в кабину и я вам сейчас покажу, что было сделано внутри. В принципе, весь салон также обшит. Установлен новый люк и у нас поднята крыша. Установлена новая приборная панель на оверхеде. Система кругового обзора. Здесь у нас расположены клавиши управления светом. Света у нас достаточно много теперь. Весь свет ридик подсветки салона. Установлена помпа, которая может выкачать воду, если не дай бог вы ее набрали. Подогрев лобового стекла стоит. Прикольная фишка – это счетчики ампер-часов на батареях. Вот у нас сегодня вездеход ночевал на улице. Плюс 10 на вебасти мы выставляли. И мы видим, что из 80 ампер мы израсходовали остаток батареи 86%, 68 ампер-часов. При данной нагрузке его хватит на 9 часов 12 минут. Напряжение у нас 13 вольт. И потребление 8 ампер. Вот такая вот модная приборная панель. Посмотрите, насколько выше стала крыша. Теперь я сидя могу спокойно вытянуть руку, и она достаточно высокая. Новый у нас люк стоит. Стандартная панелька теперь у нас отсутствует. Раньше было все здесь управление, теперь оно перешло все наверх. Все очень удобно, информативно получается. Также перенесен крепление навигации, потому как, когда она стояла вот здесь, вот дождь, брызги, грязь попадают на экран и взбивает всю нам настройки. Ну, также вот от жуков гаража у нас сдвижные открывающиеся окна. Вот они сдвигаются. Чтобы ехать можно было по лесу, допустим, и без риска сломать окно. И в какой-то ситуации, когда это нужно, они открываются. Установлена принудительная система вытяжки. Установлен суперконденсатор. И, ребят, у нас сейчас энерговооруженность машины 200 Ач. Чего нам хватает примерно на двое суток стоянки для того, чтобы питать холодильник, для того, чтобы работала Вебаста, поддерживалась. И заряжаем мы эти 200 Ач заново за три часа. Только задумайтесь, за три часа у нас стоит усиленный генератор. У нас стоит новый реле-регулятор, который позволяет нашим новым аккумуляторам, которые литий-железно-фосфатные, позволяет заряжать их повышенным напряжением. 90 Ач генератор, реле-регулятор стоит выносной. И мы наши аккумуляторы можем зарядить за три часа опять заново. Три часа мы потарахтели. Какой свинец вы 200 Ач, 90 Ач генератором вы зарядите полностью? Никакой. Наши аккумуляторы, во-первых, весят гораздо легче. Во-вторых, допустим, 80-ка весит 9 килограмм всего. 40-ка весит 4,5 килограмма. У нас 40-ка стоит на стартере. То есть отвечает только за старт двигателя, только за двигатель и больше ни за что. И две 80-ки у нас стоят на сервисе. То есть они работают только на освещение, на тепло, то есть на все остальное, что не касается двигателя. А 40-ка у нас всегда может запустить двигатель. Тем самым обеспечивается огромная автономность, потому что нередко мы ходим в одну машину и нам это просто необходимо. Если есть какие-то мелкие еще недоработки, допустим, вот эта вот каемка над люком, но это будет все доделано, потому как мы забирали машину достаточно спешно и не успели в Жуков гараже доделать все как нужно. Но вот сейчас машина как раз поедет опять в Жуков гараж, где будут делаться доработки какие-то. У нас уже есть наши хотелки, изменения по машине. Более подробно по каждой позиции тюнинга мы будем рассказывать в наших следующих выпусках, путешествиях, чтобы говорить наши впечатления, говорить наши пожелания, давать оценку, нужно ли эта вещь в вездеходе или не нужно. Первостепенно, второстепенно или третьестепенно она для экспедиционной машины. Что ж, наверное, на этом мы закончим наш такой мини-обзор. И, конечно же, нам очень интересно, как себя поведет у нас наша новая трансмиссия. Скажу вот так вот, мы больше не мажем короткую цепь. У нас больше нет опасности обрыва вала. Вот такие вот мелочи, которыми мы с вами поделились. Более, увы, пока ничего не можем сказать. В морозильнике морозим лед в бутылках и кладем в термобоксы. И чтобы нам не прозевать, когда надо менять лед, мы ставим такую сигнализацию беспроводную. Она показывает нам, в каком термобоксе какая температура. Если температура выходит за данные пределы, то нам об этом сообщают, что алло, пора менять, пора менять все. Ну что ж, ребят, мы поедем отдавать машину в Жуков гараж. Ну а вы принимайте решение. Смотрите, вот нам пока все нравится. Большинство вещей по делу. Есть какие-то вещи просто для комфорта и приятности. Если надумаете приехать в Жуков гараж, просто скажите, хотим тюнинг, как у Герасима. Ну или там такую-то фенечку, как у Герасима, такую-то. Не стесняйтесь выходить с нами на связь. Не стесняйтесь писать в комментариях вопросы ваши. Мы обязательно на все вопросы ваши будем отвечать. Собственно, мы все это и показываем для того, чтобы вездеходы, которыми мы владеем, становились лучше. Всего хорошего вам. Пока. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала Скидка.